Сохранение традиций предков и единение с природой возможно и в 21 веке. Наша съемочная группа отправилась в Чебоксарский район, где строится этноэкологический комплекс «Ясна». Исторический комплекс будет представлять собой древнюю чувашскую деревеньку. Внутри избушек уже находятся предметы, которые давно исчезли из-за бихода современных жителей. Глиняная печь будет согревать обитателей дома в морозную погоду, а в старинном сундуке будут храниться необходимые вещи. Для воссоздания этнической самобытности чувашского народа были привлечены самые разные структуры. Государство вкладывается в качестве коммуникации, подводит электроснабжение, водоснабжение, газ, канализацию, а частные инвесторы тем самым выстраивают сами объекты инвестиционные. Это яркий пример, над которым работает и чувашское правительство, и правительство всей Российской Федерации. На сегодняшний день работы по электричеству нами уже сданы, проектные организации. Сейчас ведутся, вы видели, работы по подведению газификации и водоснабжению. Наслаждаться отдыхом в экологически чистом районе, узнавая новое о древней культуре чувашского народа, в скором времени смогут не только жители республики. Мы рассчитываем на то, что к нам будут приезжать туристы не только из Российской Федерации, но и из-за рубежа, знакомиться с нашей самобытностью, знакомиться с культурой нашего народа. И поэтому для этой цели мы максимально будем стараться все, начиная от одежды, заканчивая оформлением гостевых дворов, делать именно в этно-стиле. Побывать в живом музее чувашской культуры можно уже сегодня. Этноэкологический комплекс «Ясно» работает в экспериментальном режиме и уже принимает гостей. Дарина Игнатьева, Светлана Ликимова, Евгений Анисимов, Республика.